А знаете ли вы, что, согласно официальной статистике, каждый человек заболевает простудой в среднем трижды в год? Дети даже чаще. Вирус гриппа является самым тяжелым в группе РВИ. При отсутствии должного лечения он может вызвать весьма серьезные осложнения. Поэтому недооценивать его опасность нельзя. К профилактике подходить следует со всей серьезностью. А лучшее средство профилактики – вакцинация. Уже более 200 лет весь мир от эпидемии начинает спасать и спасает прививки. И уже неоднократно давно научно доказано, что особенно касательно воздушно-капельных инфекций, в пик которых мы скоро можем вступить, максимальная защита обеспечивает вакцинация. Я уже привилась, причем в этом году я прививалась и от коронавирусной инфекции, и от гриппа. Уже это можно делать одновременно. Перенесла все благополучно. Я надеюсь, что это поможет мне подготовленно, информированно и достойно перенести период повышенной заболеваемости с аспираторными инфекциями. Основной задачей прививки служит подготовка иммунитета человека к противостоянию вирусу. Отличительной чертой гриппа является его непостоянство. Каждый год новый штамм. А потому ставить прививку необходимо тоже каждый год, чтобы новый вирус не смог пробить защитные барьеры организма, которые не давали развиваться гриппу другого штамма. Формируется устойчивый иммунитет, и при потенциальной возможности проникновения вируса в организм нашей иммунной системе будет дан незамедлительный ответ, то есть его иллюминизация. Грипп опасен своими осваждениями, особенно для людей, которые находятся в гриппе риска. Это люди пожилого возраста, это дети от полугода до трех лет, это беременные женщины, это люди, которые, скажем так, контактируют, имеют обширный социальный контакт. Это продавцы, это медики, это учителя, те же школьники. Сегодня в Бресте прошла вакцинация медицинских работников, которые находятся на переднем фронте борьбы с вирусами и инфекциями, относятся к группе риски, а потому централизованная вакцинация как нельзя кстати. Сделать прививку сегодня значит обезопасить себя от заболевания вирусом завтра, а вакцин, поверьте, на всех брещан хватит. В ряду первых медработников и главный санитарный врач. Ощущения? Ощущения? Ну, никакого дискомфорта не ощущаю, скажем так, состояние хорошее, боевое, пойду дальше работать. Понимая всю ответственность, это про коллективный иммунитет, привился и наш коллега, журналист телерадиокомпании «Брест» Юрий Печер. Вы знаете, первый раз в жизни решил попробовать вот в этом году, как и все, потому что понимаю, что это необходимо. В настоящее время в Брестском районе, в городе Бресте, в Брестском районе стартовала кампания по иммунизации населения против гриппа. Все используемые вакцины, они являются инактивированы, то есть они не содержат цельного живого вируса, а лишь его частичку. Какие именно используемые вакцины? Это трехвалентная вакцина от гриппа производства Российской Федерации, Ваксигрипп, это производство Франции и Флювак, производство Нидерланды. Ежегодная плановая иммунизация населения, а также рекомендуемый охват населения профилактическими прививками позволяет обеспечивать эпидемиологическое благополучие, а также поддерживать низкий и средний уровень интенсивности заболеваемости островирусом, в том числе и гриппа. Вакцинироваться или нет, решать вам. Но ученые утверждают, что единственным проверенным методом защиты от данного заболевания является вакцинация. И еще, сегодня можно сделать прививку от гриппа и от коронавируса. Проверено, работает. Можно одновременно вводить как вакцину от гриппа, так и от ковида. В принципе, в прошлом году я так и поступил. Сделал одновременно прививку от гриппа и от ковида, скажем так, показав своим личным примером, что это возможно, я жив и здоров. Прививайтесь и вы, и будьте здоровы. Этого желаем вам мы, Лариса Осмолович, Дмитрий Литвинюк и Александр Макаревич.